В столице развивающегося региона есть немало объектов социальной и социально-бытовой инфраструктуры, которые необходимы для комфортного проживания. Одним из таких нужных объектов жители Наринмара считают химчистку. Где почистить габаритные вещи, такие как ковры, одеялы и подушки, а главное подготовить теплые вещи к предстоящей зиме? Этот, казалось бы, простой для жителей других городов страны бытовой вопрос волнует наших горожан уже не один год. Поэтому за ответом на него они решили обратиться к главе региона Игорю Кошину в рамках прямой линии. Действительно ли нужна нашим гражданам химчистка узнавала наша съемочная группа? Нужна в Наринмаре химчистка? Обязательно. А сами вы пользовались услугами? Если бы была, конечно, вы бы с удольствием. Обязательно нужна. А будете пользоваться услугами, если появились? Естественно. А сейчас как справляетесь? В Питер возим. Каждый раз? Каждый раз. Поэтому обязательно нужна химчистка здесь. Есть такие вещи в доме, которые просто необходимо в химчистку сдавать, как подушки, одеяло, тепледы. Потому что в таких машинах их просто невозможно почистить. Необходимость химчистки в Наринмаре очевидна. Спрос есть, а значит, есть и предложение. В микрофинансовой организации, фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий уже разработали и просчитали проекты будущего предприятия. Учли все риски и расходы. В Янецкой лизинговой компании за приличные деньги можно приобрести необходимое оборудование. Оборудование химчистки было оценено в 2014 году на полтора миллиона. Но так как никто не хочет заниматься химчисткой в городе, было принято решение продать его предпринимателю, который будет готов заниматься химчисткой за 700 тысяч рублей. Немалую поддержку в реализации этого проекта начинающему предпринимателю готов оказать округ в виде гранта. На конкурсной основе можно получить грант в размере 500 тысяч рублей. Кроме гранта в 500 тысяч рублей, начинающий предприниматель может рассчитывать еще на 300 тысяч рублей. Их можно получить на модернизацию производства, то есть покупку дополнительного оборудования, мебели и прочего. А далее владелец химчистки ежемесячно будет получать окружные субсидии на аренду и оплату коммунальных в размере 50%. Что касается окупаемости химчистки, согласно расчетам специалистов фонда, проект полностью жизнеспособен и адаптирован под специфику нашего региона. Мы рассчитывали, что средний чек будет составлять от 1500 до 2000, грубо говоря. И при этих условиях предпринимателю достаточно привлекать 4 клиента в день, и он уже будет выходить на самоокупаемость и получать прибыль. По словам разработчика проекта Дениса Вылка, все вложенные в химчистку средства окупятся при соблюдении всех условий через два года. В вопросе о необходимости этого бытового объекта глава региона солидарен с жителями. Химчистка в городе нужна. У нас есть два пути ее сделать. Первый – создать бюджетное учреждение, поставить оборудование, поставить часть бюджетников и сделать советскую контору. Условно говоря, это будет дорого, это будет неэффективно, это приведет к дополнительным тратам окружного бюджета. Есть второй путь, по которому мы сегодня идем. Есть мини-инвестиционный проект в нашем фонде поддержки предпринимательства. Мы предложили очень льготные условия. И сейчас ждем предпринимателя, который готов взять и сделать вокруг этого малый бизнес, оказывать людям необходимые услуги. Предприниматель, который готов к реализации этого проекта на территории Наринмара, смело может обратиться к специалистам фонда за необходимыми консультациями.